Планерное совещание, как всегда, начали с информации о кадровых изменениях. Управление архитектуры и градостроительства возглавил Игорь Коломейченко, который ранее руководил Управлением по обеспечению градостроительной деятельности Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в Анапе. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу перед новым главным архитектором не допустить незаконного строительства на курорте. Традиционно ставили задачу на неделю заместители главы. По словам первого заместителя главы Светланы Яровой, сумма задолженности в городской бюджет по аренде составляет более 80 миллионов рублей. Поэтому поставлена задача составить четкий план, когда и как эти задолженности будут погашаться. Предоставление земельных участков со второго полугодия текущего года. Я имею в виду, что для того, чтобы не было ни для того неожиданности, максимальное предоставление земельных участков в аренду будет производиться с торгов. То есть приоритетом являются аукционы. Замглавы Михаил Баюр обратил внимание на повсеместный покос травы. Не только на участках, но и на прилегающих к домам территориях. 150 объектов незаконной торговли уже снесены. Начинают работать рейдовые бригады по выявлению несанкционированных торговых точек, доложил замглавы Юрий Поляков. Также будут усилены группы по работе с несовершеннолетними и соблюдению детского закона. Особое место в планерном совещании заняла тема незаконных мигрантов. Это что же происходит у нас? 15 апреля изнасилование, 8 мая изнасилование. Совершаются преступления. Мы знаем, где эти гастарбайтеры. И мне начинают рассказывать. 286 протоколов составлено, направлено в миграционную службу и так далее. Привлечение на работу в Анапу незаконных мигрантов преступление против курорта, считает мэр города. Алчность, жажда наживы затмила глаза анапчанам, привлекающих на работу гастарбайтеров. А это уже настоящее предательство, считает Сергей Сергеев. Мы почему предаем друг друга? Это самое настоящее предательство. Мы чего ждем, когда нам места здесь не будет? Уважаемые анапчане, его уже почти нет. Они нас хватают за руки, за ноги и так далее. Я в пятницу возвращался с набережной домой. Полупьяные рожи. Они, послушайте меня, если они работают, да они должны приходить и падать спать. А у них хватает энергии еще до полуночи болтаться, а то и после полуночи. И вы посмотрите, когда насиловки совершены. Обе в 4.00 утра. Ему же на работу в 7 часов. Он не работать сюда приехал. По информации полиции, кражи и грабежи в большинстве случаев совершены мигрантами. Мэр Анапы поручил силовикам города выработать четкий алгоритм действий и построить систему, способную противостоять незаконной миграции. Сезон уже не за горами, а Анапа-курорт детский и безопасность гостей стоит на первом месте. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион.